Послание Отца Абсолюта 20 июня 2023 года Новый вибрационно-энергетический цикл Земли Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу рассказать вам о том, что собой представляет завтрашний день, 21 июня. Как вы, наверное, заметили, не в моих правилах привязывать события на Земле какой-либо календарной дате, поскольку это обесценивает остальные дни, каждый из которых по-своему ценен для человека. На самом деле почти все предсказания астрологические, эзотерические, магические несут в себе оттенок избранности того, кто их доносит до людей. И даже если какие-то из таких прогнозов сбываются в жизни кого-то из вас, то чаще всего это происходит потому, что человек сам невольно подтасовывает происходящее с ним событие под эти предсказания. Особенно это относится к склонным к мистике или просто очень доверчивым людям, которым не хватает веры в свои собственные силы, поэтому они ждут чудес от судьбы, которые предлагают им разного рода предсказатели и гадалки. Что же касается завтрашней даты, то она действительно особенная по ряду причин. Прежде всего она начинает новый сезонный цикл. Не случайно во многих странах лето начинается с момента летнего солнцестояния, то есть 21 июня. Но в нынешнем году эта дата несет в себе еще и дополнительный смысл. С нее начинается новый вибрационно-энергетический цикл Земли. И вот что это означает. В этот день ваша планета уже окончательно отстыковывается от энергетического пространства третьего измерения и укореняется всеми своими телами, включая физическое, в четвертом и пятом измерениях. Поэтому, начиная с 21 июня, тела Земли будут выглядеть следующим образом. Ее физическое и эфирные тела подтянутся, оставив позади границу третьего измерения, и начнут вибрировать на уровне четвертого. Часть ее тонких тел, эмоциональное, ментальное и каузальное, будут балансировать между четвертым и пятым измерениями, в то время как будхическое и атмическое уже полностью будут находиться в пятом измерении. Что это означает для человечества в целом и для каждого из вас в отдельности? С этого дня ни для кого из питателей Земли дороги назад уже не будет, поскольку будет перейден рубеж ее существования в третьем измерении. Все связанное с ним еще продолжит существовать какое-то время, но это уже будет бег по инерции. Как невозможно остановиться в одно мгновение бегущему человеку, так не может в одной части измениться существующая столько веков на Земле реальность, и особенно сформировавшийся за это время менталитет подавляющего большинства населения вашей планеты. Но другого выбора уже не будет. Либо человек идет в ногу Землю и перемещается в высоковибрационное энергетическое пространство не только своим сознанием, но и физическим телом, либо остается в третьем измерении, отстыковываясь от новой Земли. Мы с вами не раз говорили о том, что времени на раскачку остается все меньше, но теперь уже можно сказать, что его практически не осталось. Кто-то из отстающих еще может по инерции добежать до границы новой Земли и даже пересечь ее, но теперь для этого потребуется приложить немало усилий. Это будет действительно последний рывок перед финишем. Что же касается мировых событий, то, как видите, они уже совершают подобный рывок. Настолько быстро и концентрировано все происходит. Вы уже можете четко видеть, кто из мировых лидеров способен остаться на Земле Пятого измерения, а кто в силу своих моральных качеств канет в лету. Грядущее раскрытие все расставит по своим местам и запустит процесс политических, экономических и социальных изменений, без которых невозможно построить новое общество, единство, равенство и братство. И чтобы ускорить этот процесс, постарайтесь провести этот необычный и судьбоносный для Земли день как можно более осознанно. Проведите медитацию на гармонизацию не только своего личного энергетического пространства, но также вашего окружения и планеты в целом. А также постарайтесь как можно ярче представить себе жизнь на новой Земле, где царят любовь, уважение и взаимопонимание между людьми, и где каждый человек чувствует себя по-настоящему счастливым. Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Сайт Возрождение. Продолжение следует...